Довольно хорошо известно, что процессы, которые происходят на уровне сознания, затрагивают очень небольшую часть того, что с нами на самом деле происходит. Та информация, которую мы знаем, думаем, что знаем, она составляет очень небольшой кусочек от той информации, которую мы знаем в целом. Соответственно, в ситуации, когда вы неожиданно, как кролика из цилиндра, достаете какую-то информацию из своего бессознательного, в тот момент, когда вы начинаете принимать правильные решения и при этом не в силах объяснить, в силу каких причин, вы приняли правильное решение, поступили правильно, свернули в нужную сторону, встретились с нужным человеком. Все вот эти состояния, когда вы поступаете спонтанно, не основываясь на этих логических умозаключениях, это состояние интуитивности. Вы поступаете интуитивно, когда не опираетесь на прямые логические инструкции и не очень можете объяснить, в силу каких причин вы так поступили, но действуйте верно. Что-то здесь в том, что когда вы действуете интуитивно, вы опираетесь на огромный объем информации, скрытый от вашего сознания. В основном это режим правополушарного мышления. И когда вы находитесь в режиме правополушарного мышления, вы имеете доступ к гораздо большему объему информации, нежели когда вы находитесь в режиме левополушарного мышления. Оно логическое, оно последовательное, оно линейное, когда вывод следует напрямую из посылок. Оно гораздо более ограничено, чем правополушарное мышление. Чем оно хорошо? Оно охватывает гораздо больший объем информации, нежели левополушарное мышление. Чем оно плохо? Оно плохо поддается нашему контролю и вы плохо можете предсказывать результаты, которые даст вам интуиция. Но иногда и очень часто правополушарное мышление бывает чрезвычайно эффективно и полезно. Например, это бывает полезно в случаях искусства, когда вы художник, когда вы поэт или когда вы решаете сложную математическую задачу. Например, придумываете, как расположить периодическую систему элементов в должном порядке. И вот голова ваша отказывается найти решение. И вы засыпаете, и вам во сне снится таблица Менделеева. Вы оставляете за порогом ваш суетный и линейный ум и получаете доступ к огромному пространству вашего бессознательного. Интуитивный массаж относится примерно к такому же классу явлений и практик, как и, например, интуитивное рисование или написание музыки или изобретение периодической таблицы Менделеева во сне. Эта штука, когда вы пользуетесь скрытыми разнообразными глубокими знаниями, пользуетесь своими инстинктивными представлениями, пользуетесь своими обширными сенсорными полями для того, чтобы причинить вашему пациенту пользу, сделать ему приятно, хорошо и желательно еще в процессе этого оздоровиться. Многие из нас попадали в это состояние интуитивного массажа. Я, когда общаюсь с людьми, то многие мне говорят, ну я что-то делаю руками, я как-то прикасаюсь к человеку, по каким признакам я туда попадаю и как я это делаю, я не могу объяснить. Но людям нравится, когда я работаю интуитивным образом. Так говорят немногие мои ученики или пациенты. И в чем же тут, собственно, вопрос? Главный вопрос в том, как попасть в состояние интуитивного массажа.